Черные дыры – одни из самых загадочных и интригующих объектов в нашей Вселенной. Они вызывают огромный интерес у ученых, исследователей и просто любителей астрономии. Но что делает их такими притягательными для изучения? Почему же многие из нас так увлечены этой темой, исследуя тайны их существования? Вопросы о черных дырах всегда предлагают огромную широкую область исследования и пропаганды, открывая двери в неизведанные уголки физики и астрономии. Итак, кто же не любит говорить о черных дырах? Наверняка все мы слышали множество историй, мифов и научных теорий о них. Однако если вдруг вы встретите одну из них на своем пути, лучше не рисковать и предпочтите отойти подальше, чтобы избежать потенциально катастрофических последствий. Во времена моей аспирантской жизни, много лет назад, я много уделял внимания изучению того, как черные дыры образуются как конечная стадия эволюции звезд. Вам интересно, как это происходит? Давайте разберемся, как именно звезды, подобные нашему Солнцу, умирают и превращаются в черные дыры. Солнцу, например, предстоит существовать еще примерно 5 миллиардов лет, прежде чем оно исчерпает свое топливо в своем ядре. На этом этапе оно сбросит свои внешние слои газа, подобно тому, как запускается яркий фейерверк, оставляя за собой только себе подобное. Ядро звезды, остающееся от этого процесса, станет очень плотным, и мы называем его «белым карликом». Такой процесс приведет к созданию красивой туманности, которая будет сверкать на фоне безбрежного космоса и ловить взгляд других звездных систем. Кстати, если бы это произошло в действительности, то мы к тому времени уже давно ушли бы из жизни. У каждого из нас была бы своя судьба, но это была бы прекрасная космическая туманность для других звездных систем, тем, если бы они смогли сосредоточить свой телескоп на нашей звездной системе и наблюдать ее удивительные цвета и вращения. Каждый из нас знает, что это один из способов, как звезда может погибнуть, если ее масса равна массе Солнца. Однако что же происходит со звездами, которые могут быть 8 или даже 10 раз массивнее нашего светила? Их судьба оказывается совершенно иной, так как в ядре этих звезд происходит значительно более сложная, многообразная и динамичная жизнь, чем в нашем Солнце. Для звезд с массой выше определенного порога их конечная стадия не просто состоит в том, что они мягко избавляются от своих внешних газов. Когда звезда исчерпывает свои запасы топлива, ее ядро начинает коллапсировать, и в итоге происходит спонтанная ядерная реакция, которая разрывает звезду на части. Этот процесс подобен мощному взрыву, который может затмить светом всю галактику, в которой этот спекталь происходит. Такие потрясения взрывов мы называем суперновыми, и они производят огромное количество захватывающих наблюдений для астрономов и физиков, что, в свою очередь, запускает их исследовательскую активность. Как правило, по результатам наблюдений, в конце суперновы в ядре остается очень плотный шар нейтронов. Согласно астрономической терминологии, мы называем это образование нейтронной звездой. Да, она на самом деле является весьма плотной и невероятно интересной, так как плотность нейтронной звезды превышает плотность любого другого объекта, известного в нашей Вселенной, и намного плотнее, чем белый карлик, который остается после гибели нашего Солнца. Что же происходит с этими звездами, у которых масса в 10, 11, 12 или даже 15 раз превышает массу нашего Солнца? Эти звезды имеют такую огромную массу, что когда их ядро начинает коллапсировать, оно продолжает этот процесс даже дальше. Этот коллапс оказывается настолько мощным и разрушительным, что его силы хватает, чтобы подавить любой ожидаемый всплеск, который мог бы произойти в результате обычного взрыва. Конечный вывод заключается в том, что такая звезда просто схлопывается сама на себя. И вот вновь появляется черная дыра, необычное и загадочное явление в астрономии, заставляющее людей по всему миру задавать один и тот же вопрос. Как же они образуются? При этом звезда также теряет часть своей массы. Но что же на самом деле попадает в черную дыру? Это может быть 6, 7, 8, 9 или 10 раз больше массы Солнца. Такие черные дыры мы называем черными дырами звездообразной массы. Мы ожидаем, что они будут разбросаны по нашей галактике в местах, где когда-то рождались звезды, жила, а затем умирала. Это создает удивительные возможности для более глубоких исследований и наблюдений, расширяя наше понимание о космосе и о том, что в нем происходит. Ближе к концу моей аспирантуры начали появляться весьма интересные подозрения о том, что в центрах галактик могут находиться черные дыры. И не просто черные дыры, а супермассивные черные дыры, значимость которых многократно превышает те, что возникают на конечной стадии звездной эволюции. Именно поэтому наш исследовательский коллектив начал активно изучать этот вопрос. Период, о котором мы говорим, предшествовал созданию телескопа Хаббл, который стал знаковым в астрономии и стал первым настоящим инструментом, способным проникнуть в такие тайны. Применяя только передовые наземные и космические телескопы на том этапе, мы пытались углубить наши знания об этой темной стороне космоса. В некоторых галактиках нам действительно удалось обнаружить присутствие супермассивных черных дыр. Это действительно стало поворотной точкой для многих исследователей. Согласно астрономическим экстраполяциям, многие из нас, включая меня самого, пришли к выводу. Если в этих трех галактиках находятся супермассивные черные дыры, и это первые три галактики, в которых проводили теоретические поиски, значит, с очень высокой вероятностью, в каждой галактике должна быть своя собственная супермассивная черная дыра. Пора было официально предположить это и провести соответствующие проверки. И именно это не заставило себя долго ждать. Позже, воспользовавшись телескопом Хаббл, который был самым эффективным инструментом для наблюдения и изучения центров галактик, мы действительно обнаружили, что в каждой когда-либо наблюдаемой галактике в центре находится супермассивная черная дыра. Даже в нашем Млечном Пути расположена супермассивная черная дыра, масса которой варьируется от 4 до 5 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Это впечатляющий факт, способный заставить уважать и восхищаться этой бескрайней космической стихией. Теперь давайте посмотрим на нашу соседнюю галактику, Андромеду, с которой у нас много общего. Эта спиральная галактика такая же великая, как и мы, и ее изучение также представляет огромный интерес для астрономов и исследователей. Андромеда значительно больше нашего Млечного Пути, но есть ли у нее такая же супермассивная черная дыра? Безусловно, она обладает своей. И какая же ее масса? По оценкам, это около 100 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Интригующим остается тот факт, что на данный момент мы все еще не знаем, каким образом появляются эти огромные черные дыры. Но они определенно существуют. И это положение стало важной задачей для исследователей по всей планете. Эти новые открытия и наблюдения побудили исследователей вернуться к чертежной доске, что наводит на мысли о том, как много еще можно выяснить. Центр галактики – это довольно активное и динамичное место, полное интригующих процессов и явлений, о которых еще предстоит узнать. Здесь действительно можно обнаружить газовые облака, которые теряют свою энергию и могут постепенно опуститься в центр, где их ожидают эти опасные черные дыры, готовые поглотить все, что окажется рядом. Эти черные дыры также способны притягивать звезды и могут поглощать их, если они приближаются слишком близко. В научной среде существуют различные механизмы, благодаря которым черные дыры, находящиеся в центрах галактик, могут увеличиваться в размерах, поглощая материю, которая случайно оказывается слишком близко. Мы начали активно моделировать эти сложные космические процессы и теперь можем достаточно уверенно утверждать о наличии супермассивных черных дыр в центрах всех известных галактик. Также стало известно, что чем массивнее галактика, тем больше ее черная дыра темно-мжнота. Это интуитивно кажется вполне логичным и разумным, но мы все равно стремимся объяснить, каким образом это происходит. Маленькие галактики действительно имеют маленькие черные дыры, то есть небольшие супермассивные черные дыры. Вот так у нас есть две основных категории черных дыр. Звездообразные черные дыры и супермассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик. Это существование этих черных дыр на сегодняшний день держалось в тайне и могло продолжаться очень мирно в течение нескольких десятков лет. Однако в конечном итоге не было никаких оснований полагать, что могут возникнуть черные дыры другого размера или характеристик. В последние годы начали появляться черные дыры промежуточной массы, такие объекты, которые, по нашим оценкам, не могут быть просто результатом звездной эволюции. Мы знаем об основных этапах звездной эволюции. Это величайшее достижение астрономии 20 века. Научные исследования проводились десятилетиями, исследуя рождение, жизнь и смерти звезд. Мы понимаем и знаем об этом довольно много. Однако сложно поверить в то, что вы сможете получить черную дыру в 20 или 30 солнечных масс, которая образуется из звезды, уже завершившей свой цикл жизни. И вот у нас уже есть довольно четкое представление о супермассивных черных дырах, зарегистрированных в нашей Вселенной и готовых исследоваться дальше. Но что, если вдруг вы узнаете о существовании черной дыры, масса которой составляет 30, 40, 50 или даже 100 солнечных масс? Вот это уже не просто вопрос без ответа, а то это действительно загадка. И у нас пока нет ни малейшего представления о том, как их создать. Таким образом, давайте вернемся к чертежной доске, которая полна идей, гипотез, шивнан и научных проектов. Эта доска для черчения всегда остается непосредственно активной в каждом обзоре и предложении. Вопрос остается, может ли существовать способ создания черной дыры промежуточной массы? Этот вопрос все еще остается незакрытым и требует глубоких исследований. Может быть, вам удастся создать бинарные черные дыры, каждая из которых будет иметь массу 10 солнечных, и затем они сливаются, попрорезжая более массивное тело, а затем находят еще одну черную дыру, к которой они сближаются? И является ли это результатом слияния? Или же это происходит по каким-то другим программам, способным привести к образованию черных дыр с нуля? Мы просто не знаем окончательно. И это остается волнующим вопросом для многих ученых во всем мире. На данный момент у нас работают лучшие умы над этим вопросом, и среди нас работают одни из лучших исследователей в области черных дыр. Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем раскрыть новые горизонты в исследовании этих уникальных объектов. Я с нетерпением жду новых открытий о том, какой же лучший способ создания этих черных дыр, которые до сегодняшнего дня оставались загадкой и недоступными для понимания. Научные исследования, проводимые по данным явлениям, являются не только интересными, но и активной, живой областью науки. Заголовки научных статей могут уверенно заявить о том, что нам нужно больше новых физических концепций для объяснения всех этих результатов. Возможно, это действительно стоит так описать и представить, как будто это представляет собой какую-то проблему. Однако, что действительно важно, это захватывающее время, и именно это, по сути, и означает быть на гребне науки. Быть на переднем крае – значит стоять в растерянности, но также придавать особую значимость своим исследованиям и открытиям. Давайте соберемся на наши научные конференции. Давайте будем писать свои научные исследования и делиться результатами с нашим сообществом. Это важно. Таким образом, мы можем обмениваться знаниями, обсуждать идеи и в конечном итоге сформулировать новые гипотезы. Давайте проведем рецензии на наши научные работы и совершим совместные эксперименты. Наша основная задача – выяснить, что на самом деле происходит, и каким образом мы можем двигаться вперед, охватывая эту границу современного представления об астрофизике и исследовании черных дыр. Вот так и происходит все это. Некоторые астрономы по всему миру недавно объявили о невероятной находке. Они обнаружили самое массивное слияние черных дыр в известной человечеству истории. И это открытие заставляет нас пересмотреть и переосмыслить все, что мы когда-либо думали о черных дырах. Эти черные дыры попадают в так называемую массовую пропасть, диапазон которой текущие модели звездной эволюции утверждают, что не должен существовать в принципе. Если добавить к этому необычно высокие скорости вращения черных дыр, достигающие теоретических пределов, можно заметить, что наши стандартные теории формирования начинают десять раз распадаться и подвергаться сомнению. Если это подтвердится научными методами, это будет настоящая революция, изменяющая наше представление о том, как же черные дыры образуются, растут и сталкиваются друг с другом. Но прежде чем мы перепишем все учебники и пересмотрим старые представления, нам нужно что-то гораздо более важное. Ясность и точные данные. Эта платформа, основанная бывшим инженером НАСА, обладает той же точностью и аккуратностью, которую можно ожидать от серьезного научного исследования или космической миссии. Но, пожалуй, самое главное в этом, она работает как более умная и эффективная версия того, как вы на данный момент уже получаете информацию. Именно поэтому мы уже много лет сотрудничаем с этой платформой, чтобы наши зрители имели возможность следить за всеми важнейшими событиями от физики до глубокого космоса и многими другими темами, почти за половину от обычной стоимости. В конечном итоге осознание того, что информация доступна и что существуют люди, готовые делиться своими знаниями, наполняет наше исследование Вселенной особым смыслом и смыслом. Поскольку масштабируемость и точность в научной деятельности становятся важнейшими прикладными задачами, нам следует продолжать исследовать все аспекты черных дыр и их слияний. Мы не можем упустить из виду возможность создания новых формулировок, которые бы способствовали развитию научных условий для поиска ответов на важные вопросы, которые остаются даже в самой глубине черных дыр. Разработка метода изучения, который позволит нам более эффективно обрабатывать данные о процессе образования и роста черных дыр, может изменить то, как мы понимаем и воспринимаем Вселенную. По сути, это не что иное, как стремление управлять своей доступностью и актуальностью этих знаний в мире, который постоянно меняется. Это дает нам надежду на то, что в будущем мы сможем открывать для себя еще больше тайны и интересных феноменов, заполняя пробелы в нашем понимании этой сложной и структурированной Вселенной. Таким образом, исследование черных дыр с каждым годом становится все более актуальным и важным аспектом современного научного исследовательского процесса. Мы находимся в разгаре космических новых открытий, вместе с чем черные дыры становятся важным объектом исследования в астрофизике, открывая нам новые горизонты и вопросы для обсуждения.